Трехкомнатная квартира с красивыми обоями, новой сантехникой и натяжными потолками. Получить бесплатно такую же площадь в наше время крайне сложно. Прапорщик Саровской дивизии Алексей Шкиль ждал своей очереди на получение жилья 6 лет. Все это время семья с тремя детьми скиталась по съемным квартирам. Соблюдая все приметы, первые в квартиру пустили кошку, которая не спеша обошла все комнаты. Теперь душа спокойная будет на службе, в командировках, на дежурстве. Я буду знать, что семья у меня уже обеспечена жильем. Первыми гостями стали представители Думы и администрации города, ядерного центра, компании застройщика, командующий Приволжским округом и командир Саровской дивизии. За чашкой чая они поговорили о службе и обсудили планы на ближайшее будущее. Старшие сыновья уже обосновались в отдельной комнате. Младшему пока интереснее просто бегать по просторной квартире. Семья потихоньку обживается. Уже перевезли часть мебели и повесили светильники. Мы очень рады, конечно. Дети очень рады, что у них теперь большая своя комната есть. Они теперь тут у нас будут играть. У нас кухня очень большая, конечно. Вообще не ожидали, конечно, такого, что получим мы такую хорошую, светлую, большую квартиру. Прям столько эмоций, конечно. Не передать просто. В домах 38, 40 и 42 по улице Лесной теперь будет гореть свет в окнах. А на детской площадке резвятся дети. На торжественной церемонии ключи от новых квартир получили более 300 военнослужащих. Я желаю вам, чтобы вы, как военнослужащие, входящие в свои квартиры, всегда посещали их с хорошим настроением, вас встречали тепло и радостно дети, жены, мужья. И чтобы этот уютный угол всегда составлял вам радость и поддержание боевой готовности, необходимое для защиты и обороны важного государственного объекта. В ближайший месяц военнослужащих ждут приятные хлопоты с переездом и обустройством по новым адресам. Скорее всего, они захотят встретить Новый год в собственных квартирах. Елена Грицкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.